всем привет сегодня мы с вами поговорим о дрипке под названием меш от компании венди вейпс которая любезно предоставил магазин китайский магазин как они обещают что у них будут прям самые низкие цены но пока что не во всех позициях у них самые низкие цены но будем с ними дальше работать буду их поправлять и говорить где нужно что опустить потому что конкурентов могут быть дешевле по самой комплектации данной дрипке она здесь довольно таки неплохая у нас имеется запасной 810 без рингивый дриптип и также который еще здесь установлен к желтенький есть там рифленый ребристый он кстати пластиковый также у нас в топах имеется сама отверточка шестигранник два запасных винтика сквонг пин что очень приятно запасные ринги также в комплекте есть у нас сеточки для самой дрипки так как данная дрипка ее фишка является то что здесь есть возможность установки сетки и у нас есть cantal a1 сталь 316l и никель 80 в каждой такой упаковочке у нас находится по три пластинки сетчатые если вы подумали что сюда можно устанавливать только сетку нет это не так сюда можно устанавливать и ваши койлы которые вы сами намотаете по самому дизайну сама дрипка выглядит в минималистичном стиле нигде ничего не выделяется конечно логотип м тут присутствует но он не броский вот особенно в черной версии его почти не видно дальше по затяжке затяжка на полностью открытых отверстиях здесь свободная но можно ее также и отрегулировать приятно то что здесь есть возможность обдувать только одной как бы спирали только с одной стороны но непонятно как зачем все но спираль здесь если ставится то ставится в центр если вы будете ее обдувать только с одной стороны другая сторона будет разогреваться больше и жечь вату какой в этом смысл я как-то не увидел не знаю мне комфортнее всего парить на двух открытых отверстиях когда спираль или же сетка обдувается с двух сторон ну да ладно сделали такую возможность и хорошо как бы ей можно и не пользоваться дальше хочу отметить небольшой минус это то что на самой юбке самой дрипке вверху скапливается конденсат и когда вы длительное время парите здесь он скапливается вы делаете затяжку и получаете плевки жидкости но мне это не очень понравилось мне это не нравится хотя я к этому привык на масоне постоянно плюется так что сижу с салфеточкой протирая уже от этого не бомбит но кому-то может не понравится также еще одним минусом является то что в данной дрипке почти нет ванночки она там практически отсутствует и перелить эту дрипку если вы будете закапывать закрытой юбкой тоже очень легко а если вы ее снимаете то в принципе ванночки здесь вообще почти нет и вы тем самым смачиваете только саму ватку наверняка разработчики данной дрипке делали акцент на том что здесь много у нас ваты и вы смочите саму вату и вся жидкость задержится на ней но хотелось бы иметь все таки какую-то ванночку также еще одной особенностью того что когда вы на холодную допустим ту же сеточку начинаете закапывать вашу жидкость она далеко не сразу начинает впитываться то есть если вы на холодную сетку вот попарили поставили подождали взяли жидкость начинаете заливать нифига сразу же ничего не проводится здесь нужно делать некую манипуляцию вы чуть-чуть прокапали на саму жидкость допустим закрытой юбкой и нажали на кнопку пуск сразу же жидкость начинает впитываться через сетку в саму вату и все так классно но эту манипуляцию нужно постоянно проделывать при закапывании данной дрипке в даст с установкой сетки если же у вас будут стоять там обычные койлы то в принципе этого делать не нужно но и будьте аккуратными очень легко перелить также еще один нюанс по эксплуатацию данной дрипке на сетке как вы можете видеть у меня ваты уложено немного то есть я не загибаю ее полностью вот в эту ванночку ну я не хочу мне так не нравится я пробовал и что выходило вата во первых мешает обдуву держит в себе много жидкости сбоку и не поставляет ее к самой спирали или к сетке тем самым выходит смешивание вкусов когда я заливаю новую жидкость вот как по мне вот так вот идеально но есть еще одни моменты если вы в эту дрипку используя на ней сетку не запихнете ватку поплотнее в саму сетку чтобы вата полностью прилегала прикасалась к самой сетке то вы будете получать такие небольшие гарики вроде вы будете парить и получать нормальный вкус а на самом деле сетка будет в каких-то местах раскаляться гораздо больше и начать сжечь саму вату и пережигание самой сетки пойдет от этого будет портиться вкус и когда вы будете укладывать вату используя сетку на этой дрипке запихивайте под эту сетку плотничком вату чтобы она прям плотно-плотно там была забита ну и конечно же чуть-чуть по бокам это будет как дополнительный такой себе резервуар хранилище жидкости из которого она подтянется в самой сетке к месту нагрева еще одним моментом который мне не нравится в данной дрипке но тут больше наверное не претензия к самой дрипке а к самой компании венди вейпс того что они то сделали эту сетку и положили даже в комплект вообще красавчики но она гораздо шире чем сами отверстия вот сама плоскость под которую будет зажиматься сетка и тут нам нужно брать ножнички убивать их при этом и резать саму сетку подрезая подрезая ровненько нужно аккуратненько в общем как-то это не очень если уже компания венди вейпс делала вот подобное устройство могло бы сразу же под размеры сеточку подогнать что вы только опустили примерили сколько вам нужен этот загиб отрезали и все зажали и пользуйтесь но нет есть такой себе геморрой также к небольшой претензии еще можно отнести то что установка суда обычных ваших койлов не самая удобная вам придется покрактеть попотеть там выставить все ровненько подрезать в общем ну более геморройно чем просто на дрипке с велосити стойками или т-образными стойками или какими-либо другими стойками здесь установка по крайней мере двух спиралей более геморройная но что там видать уже как-то много плохого я сказал давайте по хорошему значит здесь у нас есть маленькая такая приятность что компания венди вейпс низу на саму дрипочку сделала наклеечку небольшой она легко снимается можно ее в принципе не снимать она не царапает моды вот это классно когда вы накручиваете его сверху лакированное покрытие и она точно не поцарапает это вот маленький такой вот плюсик лично для меня по качеству сборки и по качеству материалов здесь у меня никаких претензий не возникло не с винтами хотя возможно у кого-то и случались проблемы сами винтами не самой дрипкой нигде ничего не разболтано все так плотненько подогнано держится все очень хорошо уверенно то есть но чувствуется что это качественная вещь из качественных материалов и правильно собранная но ведь всех вас интересует больше всего один вопрос по этой дрипке а что же здесь со вкусом передачей и тут мнение кардинально расходятся я вам опишу здесь лично свои ощущения и свое мнение о вкусопередаче данной дрипке на сетке и на койлах если сравнивать вкусопередачу на сетке и на койлах на алиэнах в размере двух штук которые были установлены то вот как раз на алиэнах вкуса гораздо больше пара гораздо больше чем здесь на сетке по поводу вкуса передачи на самой сетке в этой дрипке несколько людей пробовали и вот были такие мнения что здесь на сетке вообще отсутствует вкус для меня лично вкус здесь есть он просто на серединке он не выше серединке ниже он просто на серединке он есть я его чувствую конечно же не так ярко как на преднамотанных койлах и тут сразу же наверняка полетят там они ты ничего не шаришь ты неправильно сделал люди это лично мое мнение у вас это все может быть по другому и напоследок маленький нюанс который я чуть не упустил когда вы будете прожигать свою сетку то используйте небольшую мощность там где-то примерно 15 20 ватт потому что сетка разогревается очень быстро здесь очень большая площадь испарение жидкости кстати от этого должна была быть и большая вкусопередача просто мега офигенно но я и здесь не почувствовал ну да ладно это же я такое вот но прогреваете и и прожигаете и на небольшой мощности а вот когда вы будете парить например на том же сопротивление там в ноль 14 ома мне приходится ставить 90 110 ватт где-то так то есть чтобы получать побольше пара побольше вкуса вот такой вот себе небольшой нюанс ну что ж надеюсь я вам в этом видео помог определиться нужна ли вам эта дрипка хотите вы ее себе купить или нет и вы обязательно напишите об этом комментарии поставите лайк или дизлайк поделитесь этим видео в соц сетях и подпишитесь на канал всем удачного до свидания